Выставка старинных игрушек открылась во Дворце детского творчества. Более 400 советских новогодних украшений собрали в одном месте. Военные игрушки, ручной работы, елки, малютки, шары и стеклярусы увидела Наталья Макшаева. Для организаторов эта выставка стала доброй предновогодней традицией. Собрать все игрушки воедино с Светлане Семикиной помогали знакомые и друзья. На экспозиции есть экспонаты как времен перестройки, так и более старые военные, сделанные из проволоки. В мир советской игрушки детей перенесла настоящая Снегурочка. Представьте себе Новый год. Что вы сразу представляете себе? Ёлку. Ёлку. А еще что? У меня огромная ёлка. На этом волшебство не закончилось. Некоторые игрушки детям разрешали не только посмотреть, но и потрогать. Окунуться в такую непринужденную атмосферу Нового года приходили и взрослые. Возможно, чтобы вспомнить свое советское детство. Приходят не только дети, приходят взрослые. Они смотрят на эти игрушки и говорят, у нас были такие, мы их помним. Но сейчас, к сожалению, кто-то выбросил, кто-то сделал ремонт, все эти игрушки исчезли. А здесь они могут вспомнить, могут вспомнить и показать своим детям, какие были игрушки и как встречали они Новый год в свое время. То есть дома этого практически не осталось. Только вот на нашей выставке они приходят, смотрят, вспоминают. Вспоминают, какие они были маленькие. Как они встречали, как это все было здорово. Не знаем, как на взрослых, а на детей и Снегурочка, и игрушки впечатление произвели. Энтузиазм юных слушателей не иссякал. Их бесконечные вопросы не давали Снегурочке соскучиться. Мы тоже спросили гостей выставки, как они наряжают елку и какими игрушками. Шариками, бантиками. А бусами? И бусами, ирляндами. А с мамой? А мишурой или с мамой? С мамой. А мишурой и с милой? Да. Выставка елочных игрушек будет открыта вплоть до Нового года. У всех желающих еще есть время посмотреть на шары из стекляруса, космонавтов и открытки из Чаполина. Наталья Макшаева, Андрей Просвиркин. Наши новости. Продолжение следует.